Сергей Орлов, защитник Краснодарской Кубани, той команды, которая сумела сегодня добыть очко в очень сложном матче. Сережа, что получилось, что не получилось, доволен ли ничейным результатом? Ну, в принципе, результат неплохой, учитывая, что у нас было две красные, а так, если бы не красные, я думаю, мы могли бы и выиграть. Насколько сложным поле оказалось с учетом погоды сегодняшней? Ну, поле было мокрое, но было тяжело делать рывки резкие, потому что легко было подскользнуться. Ну, в принципе, поле хорошее было, несмотря даже на то, что оно было мокрой силе. Что было сложное в сегодняшней игре именно для игроков обороны в Кубани? Ну, наверное, во втором тайме сдержать счет, ну, не пропустить, потому что было, как я уже говорил, две красные, поэтому это было самое сложное. Удачи! Спасибо! До свидания! До свидания! Одиннадцатый номер команды гостей Диберов Исмаил, той команды, которая сегодня много атаковала, но, к сожалению, естественно, гостей не сумела добиться положительного результата. Исмаил, что не получилось сегодня? Ну, конечно, хотелось выиграть, во-первых, после матча победного с Краснодаром, еще раз закрепить свою победу, победную серию. Наверное, не получилось, ну, все-таки отдать должное команде соперника, хорошо оборонялись, волевые качества проявили, тяжело было пройти оборону, но, думаю, поддались эмоциям немножко, наверное, начали чуть сваливаться на длинные передачи, на завалы. Нужно было довести к контролю мяча до ворот, думаю, это не получилось чуть в атаке. В первом круге ничейный результат был зафиксирован, 1-1, здесь опять ничейный результат, и в турнирной таблице рядом команды находятся, хотя разница в очках. Примерно равные команды все же? Ну, да, вы правы, была ничья у нас тоже дома, примерно такой же исход, там красная карточка у них. Я думаю, ну, все команды равные, что говорить, у всех хорошие команды. Наверное, думаю, сегодня мы должны были выиграть все-таки. Измил, вы техничный быстрый футболист, на левом фланге много было хороших атак проникающих, вот состояние поля мешало вам, как техничному игроку сегодня, или не эта причина ничейного результата? Ну, думаю, наверное, все-таки нет. Поле хорошее, неплохое поле, думаю, не это повлияло. Так, все нормально. Удачи, хорошей дороги домой. Спасибо большое. Наставник команды гостей Олег Мазур. Что получилось сегодня, что не получилось, и считаете ли вы, что приобретенное очко, это скорее потеря двух? Ну, прежде всего, конечно, считаю, что потеряли. Что не получилось, не получилось забить. Что сегодня получалось, ну, может быть, какие-то отдельные моменты были неплохие по входу, в тот момент, когда забили гол, как оказалось в офсайде, но надо смотреть момент. То есть, такие отдельные моменты были неплохие. На самом деле, было тяжеловато играть на таком поле, поле вязкое, и, наверное, это было больше на руку сопернику. Узнали, что соперник будет играть больше вторым номером, плотно обороняться, не искать свои контр-выходы. Мы даже специально хотели играть пониже, выманивая соперника на свою половину поля. Но стало понятно, что в быстрой атаке уходить тяжело, опять же, из-за того, что поле не позволяло играть именно в быстрый футбол. Поэтому сегодня и мяч сходил недостаточно быстро, и ребята, к сожалению, в последние 15 минут, когда было уже преимущество в численности игроков на поле, не смогли совладать со своими эмоциями и стали торопиться, стали пытаться сыграть более просто. Ну, что сопернику, в принципе, было это на руку. Поэтому и до конца не получилось доиграть эту игру. Команда располагает целым рядом техничных быстрых футболистов. С одной стороны, как вы сказали, поле притормозило сегодняшнюю игру. И тем не менее, команда даже в предыдущих играх оставляла всегда неплохое впечатление. Тем не менее, в тренировной таблице не очень высоко. В чем причина, на ваш взгляд? Ну, причина, прежде всего, в первом круге, который мы провели не совсем удачно. Причем первая часть этого круга мы упустили победы, в том числе и с Кубани на своем поле. Мы рядом других команд, из Краснодара, мы с «Зенитом» очки потеряли в хороших играх и на последних минутах, к сожалению. Поэтому за первый круг мы достаточно много потеряли очков невынужденно. И в целом у нас были проблемы с обороной. Пытались играть в открытый футбол, много мячей напропускали, но забили тоже немало. В этом была причина потери такого количества очков. Со второго круга мы имеем, скажем так, и потери игроков, и новые ребята пришли, команда обновилась. И сейчас будем пытаться во втором круге набирать очки. Но самое главное для меня, первоочередная задача, чтобы ребята, которые у нас есть, лидеры команды, чтобы они прогрессировали, чтобы они двигались вперед, и будем выводить их на высокий уровень. О потере игроков в вашем составе играл один из бомбардиров. Теперь он, как говорится, поднялся на ступеньку выше. Можно ли говорить о том, что вы выполняете, ваша команда выполняет те задачи, которые стоят перед футбольным коллективом юношеским? Ну, конечно, первоочередная задача, чтобы не только наши, чтобы все ребята в командах выходили на более высокий уровень, заключали контракты, двигались дальше. Это самая главная задача. И я считаю, что наша команда с этой задачей справляется неплохо, потому что целый ряд игроков за два года подписали контракты, ушли на повышение. Мы со всеми в хорошем контакте общаемся. То есть я желаю им, конечно же, удачи. И вот надеюсь, что еще из этой команды два-три игрока смогут тоже большой футбол заиграть. С хорошей игрой, без травм в будущих матчах и хорошей дороги домой вам. Спасибо. Мурат Гамлешко, наставник команды гостей футбольного клуба «Кубань-Краснодар». Что получилось сегодня, что не получилось? Можно ли сказать, что при двух удалениях сегодня команда все же приобрела эту очку? Ну, судя по результату окончательному, то очки приобрела что наша команда, что команда соперника. Я считаю, что первый тайм был равный. У нас было больше стандартов, больше угловых. Вязкое, тяжелое поле для какой-то игры комбинационной. Ну, у них получались длинные забросы с прострелами, но так, чтобы была опасность, в первом тайме не было. Второй тайм, конечно, больше 30 минут играли в меньшинстве. Было тяжело, но ребятам спасибо за самоотдачу. Даже на два человека меньше мы имели пару моментов для того, чтобы забить гол. Вы сказали уже добрые слова в адрес своей команды. И, тем не менее, можно ли выделить сегодня игроков обороны, которые действительно снимали воздух до удаления скляра. И после этого тоже. Да и вратарь сегодня, в принципе, как показалось, со стороны справился. Можно ли такую оценку дать? Ну, по вратарю, скажу так, что у него работы было немного. То, что защитники со своей задачей справились, сыграли на ноль. И вовремя, в принципе, перекрывали зоны, играли на опережение. Ну, вот два необязательных стыка, которые привели ко вторым желтым карточкам, за это пришлось поругать. Надо вовремя, имея желтую карточку, играя уже в меньшинстве, надо вовремя включать голову. Так безответственно, в принципе, поступили. Но, тем не менее, выдержали фланговую игру. Защитники подключались, хватило сил. За это поблагодарил. Ничейный результат в конце августа там, в Подмосковье. Ничейный результат здесь. Разительно ли отличались эти игры одна от другой? Ну, так скажу, что в первом круге было тяжело. Сравняли счет в концовке, хотя тоже были, играли в меньшинстве. Сегодня больше сказалось, поле в отличном состоянии, но все равно мокрота и скользко сыграли свою роль. Меньше пришлось комбинировать. Ну, результат одинаковый, значит, команды равные. 20-го следующая игра, пропущенный тур 13-го, потом следующий тур, это дерби в Ростове. Как планируете готовить команду к этим поединкам? Да у нас как бы план сверстан. Мы провели сборы, мы первые игры проводим на усталости, потому что сборы были позже, чем запланировали изначально. И чемпионат раньше начался. Чем должен был. Поэтому надеюсь, что следующие игры уже будут поинтереснее команда выглядеть. В плане какой-то игры качественной. Потому что приходится все-таки много обороняться. И за счет быстрых контратак пытаться добиваться результата. У нас каждый матч, как дерби, я не скажу, что с Ростовом какая-то принципиальная. Все игры принципиальные. Потому что их видят, на них смотрят. Они себя показывают, проявляют. Потому что возраст такой, когда нужно уже определить, получишь ты эту профессию или нет. Удачи вам, без травм. Всего самого наилучшего. Спасибо.